Их дружба уходит корнями в далёкое прошлое. В 2004 году президент России Владимир Путин был гостем на праздновании 60-летия канцлера Германии Герхарда Шлёдера. В том же году Шлёдер принимал Путина у себя дома. Путин привёз чемодан подарков. Это было только начало. «Они узнали друг друга, они понравились друг другу, они стали доверять друг другу». После ухода Шлёдера с поста канцлера Германии дружба принесла свои плоды. Он получил пост в спорном проекте газопровода «Северный поток», по которому российский газ должен был поступать прямо в Германию. Затем, в 2014 году, сразу после того, как Россия аннексировала Крым, Герхард Шлёдер отпраздновал свой 70-й день рождения в Санкт-Петербурге вместе со своим другом Владимиром. Несмотря на растущее недовольство на Западе действиями экс-канцлера, предложения о работе продолжали поступать. Затем Шлёдер получил должность в российской нефтяной компании «Роснефть». В то время в интервью ДВ Шлёдер заявил, что отношения между Германией России должны быть такими. «Сотрудничество вместо конфронтации». В начале 2022 года Шлёдер был выдвинут в Совет директоров контролируемого Кремлем Газпрома. Путин пел ему дифирамбы. «Я считаю, что это только на пользу нашему сотрудничеству. Этому можно было бы только порадоваться». Ну а теперь Путин начал войну в Украине. И в то время как другие бывшие европейские политики, лоббировавшие ранее среди прочего интересы России, быстро уволились, Шлёдер этого не сделал. Призвав Россию остановить войну, он обвинил в допущенных ошибках обе стороны. «Он довольно пожилой человек, и ему не нужны деньги. У него просто... Я не знаю, как это описать. И это позор для нашей партии». На этой неделе из офиса Шлёдера в знак протеста уволился персонал, так и не сумев убедить его разорвать связи с Путиным. Теперь и политикам из его собственной партии, как и оппозиционным консерваторам, надоело молчать. «Мы должны начать процедуру исключения из партии, если он не примет решение, потому что я не вижу, как мы можем повлиять на эти концерны, а у нас бывший канцлер фактически работает на них. Герхард Шрёдер — это полное позорище для моей страны, для Германии. Помимо того, что он был канцлером, все, кто до сих пор поддерживает этот режим, эту диктатуру, этого военачальника по имени Владимир Путин, должны столкнуться с последствиями». И что бы уже не решила Шрёдер сейчас, эта дружба всегда будет характеризовать его как политика и человека.